Вкусные колбасы и деликатесы от Пермского мясокомбината. Прекрасное украшение праздничного стола. Для многих из нас это рациональное зерно, то есть зерна ежеутренней бодрости. Перемелится, сварится, кофе будет. И даже если к кофейным гурманам себя не относишь, то, что новый день можно начать с чашечки кофе, удивляет вряд ли. Ну а если с чашечки супа? Здравствуйте, дорогие друзья! Скажете, суп на завтрак что-то очень уж оригинальное? Возможно. Но еще и полезное, и даже разгрузочное. Людям, здраво относящимся к своему рациону, не надо лишний раз объяснять, насколько супы необходимы. Суп – это всегда целая кулинарная композиция, в которой, однако, каждый ингредиент солирует по части насыщения организма определенными полезными веществами – витаминами, микроэлементами, клетчаткой. Поскольку все, чем богаты участники любого супового набора, скажем, овощей или крупы, переходит во твар, и получается эдакое безотходное витаминное производство. Особенно это справедливо, применительно к супам овощным, однако интерес к ним не угасает, не только в силу их замечательных питательных свойств, но и как к средствам обретения былой легкости. Не так давно даже была очень популярна диета на основе овощного супа. Как только она не называлась диетой доктора Митчелла, брюссельской диетой, диетой боннского супа, версией столько, сколько и рецептов заветного горячего состава, волшебным образом сжигающего жиры и за неделю позволяющим похудеть килограммов на 8. Дескать, главными виновниками подобного эффекта являются сельдерей и капуста, помогающие очистить организм, не в ущерб чувству сытости. Действительно, ешь суп, периодически позволяя себе фрукты, нежирное мясо и даже картошку, и даже рис. И худеешь вкусно и не голодно. Но вот правильно ли это вопрос лучше адресовать специалистам, им же оставив детальное изучение всех за и против подобных диет. Одно абсолютно верно. В таком супе, который мы приготовили сегодня, килокалории от силы 70 на 100 граммов. Так что хотите разгружаться, устройте себе разгрузочный день суповой. Но хотите просто почувствовать себя лучше, для середины трудовых будней выбирайте что-нибудь более основательное. А вот ужинать или завтракать попробуйте подобными супчиками. Одно сплошное удовольствие. И легкость, что немаловажно. Легкий овощной суп. Измельченные луковки, помидоры, сладкий перец и сельдерей чуть обжарить на оливковом масле вместе с перцем и соевым соусом. Добавить к нашинкованной капусте, белокочанной или китайской, залить водой, варить до готовности овощей, после чего добавить чеснок. Суп готов. Ну а если вас до сих пор смущает, как это возможно, суп утром? Еще несколько слов. Дело в том, что и в европейской традиции горячее первое блюдо часто подавались именно утром, особенно в рыцарские времена, для поддержания бодрости и сил. А уж на востоке это и вовсе никогда никого не удивляло. Горячих вам бодрых ощущений и позитивных эмоций. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. До свидания.